Умный и опасный хищник, непревзойденный охотник. Своим грозным видом он внушает страх животным и будоражит воображение людей. Ежегодно 17 июня принято отмечать Всемирный день крокодила. Этот праздник не прошел мимо Самарского зоопарка. Вообще на земле крокодилы появились больше 200 миллионов лет назад. А у нас в Самарском зоопарке живет два вида крокодилов. Это родственники аллигаторов, это не настоящие крокодилы, называются они крокодиловые кайманы. И две особи настоящих крокодилов, низких крокодилов. В первом зоопарке поселился крокодил Кузя. Долгое время он был одинок, однако зубостый парень не засиделся в холостяках. У него появилась вторая половинка. Подругу назвали Гердой. Она моложе своего избранника на 10 лет. Однако внушительная разница в возрасте крокодилов нисколько не смущает. Кажется, что у них бесконечный медовый месяц. Присмыкающиеся живут душа в душу в просторном террариуме. Сейчас Кузе 31 год. Он почти ровесник Самарского зоопарка. Считается самым крупным нильским крокодилом, согласно официальным данным зоопарков России. Его длина больше трех с половиной метров. Питаются крокодилы обычно свежей курицей, говядиной, кроликом или рыбой. Они зажимают свою добычу массивными челюстями, раздавливают ее, а затем проглатывают целиком. Посетители зоопарка также поучаствовали в викторине. Все, кто правильно ответил на вопросы, получили в подарок настоящие зубы крокодила. Они у рептилий обновляются ежегодно. Ксения Баканова, Константин Головин, События.